И всем привет! Мы снова вернулись. У нас на очереди следующий докладчик. Это Денис Тайсев, который прочитает доклад «Один компонент, в котором 20 фичей, абы тесты и как ему вообще в этом всем помогла машин состояние». Денис, попрошу тебя на сцену. А включите, пожалуйста, спикер-микрофон. Будьте добры. Скажи что-нибудь. Раз, раз. Сейчас у нас прям небольшая заминочка, прям вот минутку прям. И вот мы сейчас… Раз, раз. Супер. Ну давайте еще раз. Всем привет! Меня зовут Стасев Денис. Я являюсь экс-сотрудником компании ВК. И сегодня я расскажу вам небольшую историю об одном блоке компонент, блоке на главной странице Mail.ru. И, собственно, мы узнаем, поможет ли нам машина состояния для того, чтобы провести одновременно более 20 АБ-экспериментов. Собственно, в начале рассказа хочется поговорить немного о продукте, о его специфике, о каких-то своих тонких аспектах. Главная страница Mail.ru – это тот сервис, которым пользуются более нескольких миллионов человек каждый день. То есть каждый человек заходит на наш проект для решения каких-то своих определенных задач. Ну и ни для кого не секрет, что, наверное, основной нашей задачей является это предоставление доступа к непосредственно почте Mail.ru. Также на нашем сервисе пользователи могут посмотреть информацию об уведомлениях из социальных сетей, например, непрочитанные сообщения, там подарки в одноклассниках и некоторые другие. Помимо этого мы сообщим пользователю, если у него заканчивается свободное место на облаке Mail.ru. Мы предоставляем удобный поиск по интернету. Также можно посмотреть прогноз погоды, узнать актуальный курс валют и много-много других задач, одной из которых является просмотр новостей. И сегодня мы поговорим поподробнее про этот блог. Во-первых, кажется, что для пользователя вся механика выглядит и поведение очень простым. Казалось бы, у нас есть некоторый набор табов, и по клику на каждый таб загружается новый список из 15 новостей. Однако все ли так просто на самом деле для программистов? На самом деле, если мы посмотрим на этот слайд, то мы увидим, что у нас на странице новости все не одинаковые. Они как минимум есть трех типов. Это основная новость, которую вы можете видеть. Есть картинка и некоторое описание. Дальше есть обычные новости, которые представляют из себя только заголовок. И внизу вы можете видеть, есть еще ряд новостей, у которых есть некоторый шильдик дополнительный. Помимо этого нам нужны новости, откуда это получаете. Поэтому есть отдельная задача, это как вообще синхронизировать данные, как из некоторого набора источников и всех, грубо говоря, склеить. Однако эта задача решается на бэкэнде, поэтому она здесь в скобках. После того, как мы получили некоторую условную функциональность, нам хочется понять вообще, какие новости актуальны и какие новости нет. Для этого нам нужно как-то собирать аналитику. Это одна из задач. Помимо этого, если мы вернемся к списку табов, то мы уже здесь можем заметить, что у нас есть некоторые региональные табы. И, например, в Москве надо показывать региональный таб Москва с актуальными для Москвы новостями. Для некоторых других регионов такой таб не нужен. Для некоторых этот таб нужен, соответственно, для их региона. Кроме этого, у нас есть некоторые анимации, такие как появление новостей из забеления и при обновлении новостей с синей анимацией, с синей подсветкой мы показываем, какие новости новые. Кроме этого, мы рисуем скелетоны в момент загрузки новых новостей. У нас адаптивная верстка, что это значит, что на разных разрешениях экрана мы показываем разное количество новостей. Кроме этого, в предыдущих анонсах в прошлом году мы рассказывали, что у нас появился SSR, сервер-сайд-рендеринг. Ну, помимо этого, надо как-то вообще мониторить состояние всего этого блока и компонента. Надо понимать, есть ли ошибки в данных или нет. И таких задач еще несколько десятков. И кажется, что это немного сложно. Да, уже сейчас блок новостей выглядит не совсем простой задачей, но это, в принципе, решаемая задача. Мы с ней спокойно справлялись, и все было хорошо. Тут нужно еще сделать небольшой акцент и отступление о том, что так как на нашем проектах пользуется огромное количество пользователей, то это накладывает высокую ответственность на всю команду. И это говорит лишь о том, что все изменения, которые могут как-то повлиять на жизнь людей, их пользовательский опыт мы должны выкатывать плавно для того, чтобы их не нарушить поведение. И поэтому у нас все продуктовые фичи выкатываются через тестирование. Это может быть АБ-экспериментами, ААБ-эксперимент, АБЦ-эксперимент и так далее. И лишь после того, как мы тщательно просмотрели аналитику по какой-то новой фиче, мы ее раскатываем на более высокий процент. Собственно, почему для нас в контекстах рассказа это важно? Потому что одновременно у нас могут быть включено несколько АБ-экспериментов, несколько фичей, и вот это пересечение в будущем стрельнет в определенный момент в докладе. И в моменте там больше года назад мы задумались, как сделать главную страницу еще лучше, еще удобнее. И одним из направлений Амравот стало улучшение персонализации. Так появилось несколько задач. Ну, во-первых, захотелось попробовать интегрировать новую систему рекомендаций новостей. Также захотелось менеджерам добавить некоторое дополнительное количество отображений новостей, посмотреть, в каком виде пользователям удобнее пользоваться продуктом. И также, поскольку мы добавляем в систему рекомендации, по сути для нас они являются источниками, то хотелось попробовать добавить и новые типы данных, новые типы новостей, которые бы как-то особенно обновлялись и отображались. Итак, мы переходим к первой главе, которая названа сигналы скорого бедствия. Не случайно. И, по сути, мы получили задачу внедрить новую систему рекомендаций. Как я сказал, по сути, новая система рекомендаций — это новый источник новостей. И нам было очень важно как можно быстрее запустить эту фичу. Поэтому был принят подход к минимальными изменениям существующей кодовой базы достичь этого. Ну и вот на данном слайде вы можете видеть пример. Тут надо отметить, что наш проект сделан на Svelte. И в Svelte есть свой шаблонизатор HTMLX. И это, собственно, пример на этом шаблонизаторе. И, собственно, это пример условный абсолютно, как можно было бы реализовывать блок новостей. По сути, через each написан некоторый цикл в массиве, который просто рисует каждую новость. И тут можно заметить, что есть некоторые условия. Ну, например, isloading, которое как-то добавляет класс news item loading, который анимирует там новость. И важное напоминание, что помимо загрузки новостей, вначале я рассказывал, что у нас есть еще и разные типы новости. И они также влияют на наш исходный код. И поэтому в действительности, добавляя поддержку типов новостей, мы добавим сверху некоторые условия на третьей строчке. Если тип у конкретной новости равен определенному, например, она с картинкой, то у нас в шаблоне добавится некоторый имидж и некоторое описание. И так мы можем посмотреть на все условия или на часть условий, которые влияют на отображение. То есть это сам тип новости, это статус загрузки новости, о чем я сказал, тип появления, абонимация, либо появление новости. Новость отображается на главном тайбе и так далее. То есть таких условий уже есть какое-то количество. И хочется тут задать вопрос, вообще все ли с этим хорошо. У нас очень много различных переменных, которые как-то влияют на отображение. И все это в верстке. Чуть позже ответим на этот вопрос. И изначально реализация внедрения новой системы рекомендаций, по сути нового источника, она выглядела примерно следующим образом. Мы непосредственно в шаблон добавили развилку сверху на третьей строчке, условия на то, откуда у нас новости приходят. И тут важно отметить, что не все типы рекомендаций новостей могут отдавать все типы новостей. И в частности там. На данном слайде видно, что один тип рекомендаций может давать новости обоих типов, а другой только второго типа. И собственно мы применили этот подход, реализовали фичу. И к чему мы пришли? Мы запустили таким образом эту фичу очень быстро. То есть это было нашей главной целью. Запустить как можно быстрее фичу, выкатить ее на процент пользователей и понимать уже по первым данным аналитики, насколько вообще есть смысл развиваться в этом направлении. Но возникла небольшая проблема, которую изначально мы не заметили, которая лишь со временем начала влиять на все. Это то, что у нас такая метрика, как time to market, она начала снижаться. Давайте посмотрим почему. Почему? Изначально мы, выбирая такой подход для реализации, понимали, что это приведет к долгому тестированию. Мы не можем никак изолировать фичи между собой. То есть необходимо тестировать все комбинации включенных фичей. Собственно, вы можете видеть на этом графике. Давайте рассмотрим такой пример. У нас есть одна фича, она может быть в двух состояниях, если она там былин-переменная. Если у нас две фичи таких, то у нас уже четыре состояния. Три перемены, у нас восемь состояния. Мы получаем экспоненциальный рост времени тестирования от количества этих фичей. Однако нам хотелось бы эту зависимость несколько слинеить, потому что, да, если бы у нас была одна фича, проблем бы не было, но у нас фичей десятками. И поэтому для нас это действительно было важно. Но мы на это осознанно пошли. И решили это мы тем, что стали писать на фичи больше автотестов, которые бы это все упростили. Однако проблема заключается в несколько другом. То есть время тестирования начало расти. Это для нас было как бы предсказуемым. Однако начало расти и время разработки. То есть сначала, вот здесь синим выделен график, у нас время разработки первой фичи было очень маленькое. И, соответственно, скорость высокая. И со временем скорость начала резко-резко снижаться. Однако нам хотелось бы несколько спрямить график и сделать так, чтобы и десятая фича по скорости ее реализации не сильно отставала от первой фичи. И, собственно, так мы перешли от быстрой разработки и быстрого тестирования к долгой разработке и к долгому тестированию. Кажется, что-то идет не так. И вот примерно так мы себя ощущали, как этот парень на тонущем судне. И, собственно, что вообще стало для нас кругом спасения? Кругом спасения стало внедрение машиносостояния. Давайте сначала посмотрим вообще на те признаки проблемы, с которыми мы столкнулись. Во-первых, это, про что я говорил, пересечение экспериментов стало большой болью всей команды. Вторым поинтом является то, что у нас логика, которая лежит в шаблоне, она начала сильно расти. И, собственно говоря, тут хочется задать вопрос. Наверное, основная причина того, что у нас некоторая вот эта time-to-market проблема возникла, связана с тем, что у нас верстка и данные точно не изолированы. Однако, если мы предполагаем, что это истинная причина, то хочется задать вопрос, почему ранее до внедрения новой системы рекомендации у нас все было хорошо, и внедрение новой фичи не занимало столько времени. И на самом деле, если мы еще раз глянем на условия, которые изначально влияли на отображение новостей, мы заметим, что все они полностью изолированы. То есть статус загрузки новости не влияет на ее тип, как и в обратную сторону. И получается, что это было как бы той вещью, которую мы нарушили. И когда мы запустили фичу с рекомендацией новостей, где у нас появилась зависимость между типом рекомендационной системы и типом новости, которую мы показываем, то мы этого нарушили правила, и у нас некоторые условия стали зависимыми. И это бы не было само по себе большой проблемой, если бы такая фича была там одна либо две. Но когда таких фичей десятки, то тут возникают большие проблемы. И, собственно говоря, можно еще другой пример рассмотреть таких зависимых условий. Это условия существования. То есть, допустим, у нас в коде есть некоторое переменное существование, переменное включение и переменное, которое отвечает за загрузку. И тут хочется задать такой вопрос, какой вообще ментальный смысл у состояния, когда у нас фича выключена, но идет ее загрузка. И кажется, что из-за этого надо, то есть так как смысла такого нет, то нужно ограничивать число возможных значений переменных. То есть нужно как-то ограничивать возможные состояния у всей системы. Да, тут можно еще сделать сноску, что кто-то может предположить, что Янам может решить проблему, но все равно даже с Янамами это бы проблема в какой-то момент возникла. И все-таки то, что мы говорили про то, что у нас логика в шаблоне начала расти, это в принципе тоже проблема, которую также хотелось бы решить, потому что да, она непосредственно не сильно влияет на время тестирования, однако она влияет на скорость чтения кода. И это хотелось бы тоже минимизировать. И поэтому наше решение мы построили, исходя из двух основных вещей. Это необходимо было отделить данные от верстки полностью и ограничить число валидных состояний данных в системе. И для решения первой вот этой подзадачи по изолированию данных от отображения мы внедрили архитектуру MVC. Она довольно широко известна. Ну, в общем, коротко, в ней три основных компонента. Это вид, это отображение, по сути, это верстка, которая ничего не должна знать о данных. Это некоторый компонент-контроллер, который обрабатывает события, которые влияют на данные, а данные сами хранятся в модели. И по сути модель, которая хранит данные, является некоторым хранилищем. Именно для нее нам нужно как-то ограничивать было число валидных состояний. И сами эти состояния. И когда мы говорим об ограничении числа состояний, ну, в логичном всплывает идея использовать машину состояния. Собственно, на этом слайде несколько переформулированы определения из Википедии. Тут важно отметить следующее, что машина состояний — это некоторая абстракция. Эту абстракцию вы в коде дальше будете как-то реализовывать. И сама по себе она как бы из себя представляет некоторую модель устройства, у которой есть вход, один какой-то, один выход и некоторое текущее состояние. И еще дополнительно пару определений, что машина состояния может быть конечной, если вот это число внутренних состояний в ней конечна. И она может быть детерминированной, недетерминированной. Детерминированной она — это когда следующее состояние, в которое она перейдет, зависит только от ее текущего состояния и от входа, который мы ей посылаем. Ну и в общем в научных статьях вообще машина состояния представляет с выкупностью некоторых множеств и функций. Но на этом мы не будем останавливаться, поскольку на практике более часто используются два основных представления. Это либо таблица переходов, которая как раз описывает вот эти переходы между состояниями, и некоторый граф переходов. Давайте на графе остановимся подробнее. Собственно, на этом слайде есть рисунок с описанием того, как устроена лампочка в модели, если ее представлять моделью машиносостояния. У нас у лампочки есть два состояния. Свет горит и свет выключен. Соответственно, on-off. И если лампочка находится в выключенном состоянии, мы ей на вход подадим некоторый сигнал в виде там turn on, некоторые условно строки, то она перейдет в состояние on, и она включится. При этом, если в состоянии, когда она включена, мы ей также попытаемся ее включить, передадим тоже событие turn on, то так как из состояния on нет никакого выхода, то есть там все ребра только по другим состояниям, по другим событиям есть, то ничего не произойдет. А вот если мы, когда лампочка находится в состоянии on, отправим событие turn off, то она перейдет в выключенное состояние. Ну и, собственно, этот граф, его не обязательно вручную рисовать. Есть множество разных инструментов. Также он стандартизирован. И, в частности, его можно даже в EML рисовать, как-то на этом слайде представлено. И после того, как мы как-то поговорили про граф, необходимо, хочется перейти к реализации, и хочется начать реализацию с выбора какой-то библиотеки. Потому что кажется, что мы какой-то граф вот тут рассмотрели, он-то довольно сложно, наверное. Но нет, тут важно отметить, что если вы планируете реализовывать машину состояния обычную, про которую я только что рассказал, то библиотека вам не нужна. По сути, вы можете сделать обертку над любым стейт-менеджером, которая бы вот эти переходы некоторые бы запрещала. И, в частности, мой коллега Сергей Володин год назад рассказывал о том, как поверх связки React и Redux написать некоторую такую обертку. И если прям сильно хочется, то есть ряд библиотек. Например, Robot 3, они весят порядка одного килобайта, которые реализуют машину состояния в таком описанном виде. И важно отметить, что какие-то более мощные библиотеки, о которых мы поговорим чуть позже, они для таких машин состояния не нужны. И когда их применяют, это делают избыточно. И, собственно говоря, вся реализация машины состояния сводится к разработке этого графа. То есть граф — это очень универсальный инструмент, поскольку его могут понимать все члены команды. Как менеджеры могут понять состояние, могут понять бизнес-логику, когда какие-то события отправляются в систему, так и тестирование может посмотреть на графу и понять вообще, что происходит, и ему проще тестировать какие-то новые фичи. И это универсальный инструмент для документирования, который изначально нужен для реализации, но побочной является документацией. И хочется сказать, что изначально при таком подходе у нас в блоке новостей уже было больше 10 состояний в момент реализации. Ну и, собственно, можно посмотреть на некоторые примеры, как непосредственно можно делать машину состояния для новостей. Ну, если мы опять будем опираться, например, с лампочкой, мы просто заменим состояние on-off на состояние показа новостей и их загрузки. В состоянии загрузки мы будем ждать некоторого вызова сетевого запроса. И как только данные загрузились, система отправит события show news и успешно покажет какие-то новости. Когда мы говорили о том, что мы внедряем новую систему рекомендации новостей, для нас это является некоторым особым источником новостей. И в частности, вот на втором рисунке тут представлено, внизу, вы можете есть ближе ко мне, есть два состояния showing base, updating base, которые какому-то одному состоянию посвящены. И вся вторая часть этого графа, она относится к какому-то другой рекомендательной системе extra. И изначально при загрузке всего вообще проекта, всей страницы, у нас мы попадаем в некоторое состояние idle, смотрим на набор некоторых фичей. И если у нас фича с показом extra новостей включена, мы попадаем вот в правую часть графа и уже внутри нее как-то движемся. Собственно говоря, здесь мы не учли переключение новостей между разными табами. Для переключения новостей мы добавим некоторое новое состояние idle tab switch по центру здесь изображено, куда мы сможем переходить, посылая события tab switch в систему. Ну в общем все делается аналогичным образом. И попадая в это состояние, мы обратно вернемся в показ новостей с помощью опять же проверки некоторых флагов фичей. И кажется, что светлое будущее наступило. То есть этот подход позволил нам некоторым образом ограничить число валидных состояний в системе. Эксперименты стало легче разводить. Код сильно упростился. Ему успешно провели более 10 AB экспериментов. У нас появилась строгая документация в виде графа, понятная всем членам команды. Разделение вида и модели позволило ускорить тестирование за счет независимого тестирования экспериментов на отображение, экспериментов, влияющих на данные. И вследствие этого стало то, что у нас снизился time to market. И все ли так хорошо? И казалось бы, да. И мы какое-то время с этим жили, и нам все нравилось. Но мы заметили следующую вещь. Что по мере роста системы, ее развития, добавления новых фичей, у нас граф стал резко увеличиваться в размерах. И, собственно, эта проблема, она довольно широко известна в терминах и вообще в концепции машин состояния. Она называется state explosion или взрыв машин состояния. И, собственно говоря, давайте посмотрим, попытаемся понять, в чем она заключается. Допустим, у нас есть только одна некоторая фича в приложении. Это валидность условно. Вот она номером один отображена. В таком случае у нас есть два состояния. Это либо система валидна, либо она невалидна. И у нас, соответственно, два состояния, два события на переход между этими состояниями. Проблем нет. Теперь давайте добавим еще одну некоторую фичу, которую назовем уже не валидность, а которая будет включенность. И так у нас появилось как раз четыре вот этих состояния, четыре разных комбинаций переменных, про которые я ранее рассказывал. И у нас уже вместо двух фичей появляется четыре состояния и появляется восемь ребер в графе. И когда уже три фичи, то у нас уже целых восемь состояний и 24 ребра в графе. И, собственно, если еще с состояниями можно что-то понять, то вот с переходами между ними, ну, уже не так легко. И, собственно говоря, дополнительно к проблеме роста графа, ее, в принципе, можно решать. И как мы ее решали? Это мы изолировали некоторым образом состояние, относящееся к одной фичи и ко второй фиче. Грубо говоря, на графе мы их как-то визуально разводили пунктирными линиями для понятности. Но минус этого подхода в том, что это как бы нужно, во-первых, руками контролировать, и все равно хотелось как-то некоторых состояниях сгруппировать. Зачем нам знать о том, обновляем мы один тип новостей или его показываем? Мы хотим просто говорить, что сейчас у нас работает один тип состояния. То есть так некоторые состояния хотелось сгруппировать. И второй проблемой возникло то, что, говоря о машине состояния, мы говорим о некотором состоянии. И это состояние, оно меняется только при переходах. И когда мы хотим асинхронно менять часть данных в приложении, то вот в классической модели состояния это сделать нельзя. И, собственно говоря, именно это сподвигло нас к отказу от машины состояний. И, собственно говоря, все не так плохо. На самом деле мы перешли на использование абстракции state chart. State chart или, по-другому, диаграмма состояний. Собственно, ее главное отличие представлено на этом слайде. Если в классической модели состояния у нас все состояния общаются между собой, то вот в диаграмме state chart мы видим, что некоторые состояния у нас вложены. Но давайте подробнее про это поговорим. Собственно, state chart добавляет некоторые сущности в машину состояния. Собственно, не будем подробно… В общем, коротко остановимся на каждой из них. Собственно, первая концепция – это то, что у нас появляется некоторый контекст. Если в машине состояние состояние – это условно некоторая одна переменная, то есть какая-то условная строка названия состояния, то здесь мы можем хранить некоторый набор различных данных. Помимо этого, когда мы переходим из одного состояния в другое, то можем вызывать некоторые колбейки условно, которые называются действиями. Эти действия как-то обрабатывают события и влияют, модифицируют контекст. Но это мы говорим только, когда мы уже перешли в состояние. А если мы хотим ограничить переходы, то можно накладывать некоторые условия на переходы, и это называется концепция условным переходом. И по сути вот то, про что я говорил по включению фичей, еще в машине состояние, это уже выходило за рамки классической машины состояния. И теперь перейдем к двум основным концепциям state chart. Это вложенные состояния и чуть позже о вторых поговорим. Собственно, на данном слайде пример есть с документацией библиотеки X-State, о которой мы чуть позже поговорим. О чем этот пример? Мы рассмотрим собаку. Собака изначально находится в состоянии waiting, она ждет чего-то. Если мы подадим команду покинуть дом, leave home, то она перейдет в состояние некоторое в прогулке. И потом она может прибыть домой вот в самом низу, если мы такое событие посылаем, и прогулка завершится. Но когда собака находится в прогулке, она может просто идти, она может остановиться, а может побежать. И, собственно, вот это состояние в прогулке, оно в себе инкапсулирует три других состояния. Это walking, running. И тем самым, находясь в одном суперсостоянии, собака может внутри себя как-то менять состояние. И из вложенных состояний сразу же рождается вторая концепция. Это параллельные состояния, когда у нас такие вложенные состояния. Не одно, а их несколько. В частности, у собаки может быть хвост, и она им может вилять и не вилять. Это еще два состояния. И, собственно, вот тут выявляется вторая как бы вложенная условная машина состояний с двумя своими состояниями уже для хвоста конкретно. И, собственно, вернемся к проблемам машины состояния обычной. Мы можем понять, что концепции вложенных и параллельных состояний полностью решают две последние проблемы. Про синхронное обновление части стейта и про то, что некоторые состояния хотелось сгруппировать. Однако остается проблема с взрывом машинных состояний. Но на самом деле тут надо сказать, что сама диаграмма стейт-чарта, она была придумана для решения как раз-таки этой проблемы. И вложенность состояний, и их параллельность — это следствие решения проблемы взрыва числа состояний. И, собственно, как эта проблема решается? Решается она очень просто. Создаются вложенные параллельные состояния для конкретно каждой из фич. И тем самым они, по сути, становятся независимыми, и это позволяет сильно снизить размер графа. И таким образом модель стейт-чарт решила все наши проблемы, с которыми мы столкнулись, реализуя и внедряя машину конечных состояний. Теперь перейдем к реализации в коде такой диаграммы стейт-чарт состояний. Самой, наверное, популярной библиотекой для ее реализации является X-State. Почему она набрала популярность? Она набрала популярность, потому что она по своему дизайну задумана как реализация математической абстракции стейт-чарт. То есть все вот эти вещи, как контекст, условные переходы, вложенные в состояние, параллельное состояние, она все их реализует. И она опирается в своей идеологии на некоторую научную статью, которой как раз ты, чарты, был предложен. Помимо этого она имеет очень развитую инфраструктуру. То есть там есть расширение для хрома, для просмотра графа прямо в проекте, в VS Code. И у нее недавно появился еще очень удобный инструмент, визуализатор стейт-чарт, который мы чуть позже тоже рассмотрим. И также в ней есть некоторые дополнительные фичи. Например, можно при загрузке приложения брать сохраненный стейт из local storage. И, собственно, в синтезе X-State мы на нем не будем подробно останавливаться. Коротко скажу, что вот здесь можно увидеть, что изначально тот граф, который мы нарисовали с помощью какого-то описания на языке UML в X-State, он представляется, опять же таки, примерно таким же форматом. Там есть некоторая особенность просто преобразования форматов, но по сути это то же самое. Если мы вот этот код из X-State попробуем визуализировать, вот в этом визуализаторе стейтли, то мы как раз-таки получим схему на правом стороне слайда, которая по сути один в один повторяет тот граф, который мы изначально имели. И для новостей, как это выглядело. Внедрение как раз-таки диаграммы состояний позволило некоторым образом сгруппировать состояние, которое относится к одной рекомендательной системе и ко второй рекомендательной системе. И, собственно, тут видно, что у нас появилась некоторая существенность, называемая Extra News, в которой внутри себя уже обрабатывала различные типы состояний для именно вот этой рекомендательной системы. И также мы сгруппировали все состояния, посвященные Base News отдельно. Собственно говоря, если посмотреть, как это выглядит в коде, то есть, ну, тут хочется только акцентировать внимание, наверное, на 13 и на 17 строках, там, где указан таргет. То есть, по сути, в X-State есть даже некоторый такой свой синтексис вот этих а-ля селекторов, по которым решетка News – это на самом деле обозначение ID-шника всей внешней машины состояния, там, диаграмма состояний. После этого следующий раздел – это если она… То есть, это вот эта вложенная сущность Extra News либо Base News, и уже потом после точки идет самое-самое внутреннее состояние внутри вот этой конкретно… вот этого суперсостояния. И, собственно говоря, вот так оно полностью выглядит. Ну, в общем, все примерно так же, как я рассказывал ранее. И если мы учитываем еще и переключение табов, то визуализация уже начала вот так в Stately расти. Ну, и на самом деле надо сказать, что на масштабе, на размере нашего графа Stately уже не справляется, и поэтому мы пришли к тому, что граф все равно, ну, сами рисуем, потому что визуализация просто ломается от такого размера. И, собственно, мы представили некоторым видом видеограф. Хочется понять, как его использовать непосредственно у нас в коде. И использование на примере Svelte может выглядеть следующим образом. У нас есть как раз-таки на пятой строчке вызывается некоторая функция Create Machine из непосредственно X-State, в которую мы помещаем описание машиносостояния, про которую я говорил на предыдущем слайде. И все использование, если мы обратимся в 21 по 25 строчку к шаблону, оно сходится к тому, что в некоторые моменты вызывается функция Send, которая посылает некоторые события в систему. И также опираясь на некоторое текущее состояние, на текущий state, что-то происходит в отображении. То есть, например, здесь, если кликнуть на кнопку, вот так через on двоеточек клик пишется, обработчик на клик, то вызовется событие Send, оно пошлет некоторое событие Toggle. Дальше мы посмотрим по нашей схеме машиносостояния, что если у нас, ну, по сути, тут просто происходит переключение. Если бы мы были в состоянии on, то на событие Toggle мы перешли бы в состояние active, а если бы мы были в состоянии active, то на событие Toggle мы перешли бы наоборот в inactive. И в зависимости от того, в каком состоянии мы находимся, ниже на 22 строчке у нас происходит рендеринг там либо одного текста, либо другого в простейшем примере. И что? Использование модели StateChart — это светлое будущее? И на самом деле результаты нас сильно воодушевили. То есть мы таким образом запустили более 20 АБ экспериментов и еще большее число фич. Эксперименты, связанные с отображением данных и с непосредственно данными, они полностью стали независимыми, и число багов ощутимо снизилось. У нас и так их было единичное число, стало их еще меньше. И дополнительно к этому хочется сказать, что появились некоторые дополнительные возможности. Ну, например, за счет того, что мы лучше стали контролировать состояние, мы смогли добавить отрисовку скелетонов в момент загрузки блока новостей и еще лучше исправить пользовательский опыт. И это были результаты для непосредственно пользователей, для команды, что поменялось. Ну, у команды появился граф состояния. По сути, некоторая документация, которая очень удобна следовать всем членам команды. После того, как мы выкатили вот эту финальную вирус, все это мы сравнили, и на похожих фичах тайм-то-маркет снизился в три раза по сравнению с первой-первой-первой итерацией блока новостей. Кроме того, хочется сказать, что в принципе новая реализация блока новостей основана на диаграмме состояния повлияла на вообще весь воркфлоу. То есть если раньше задачи приходили в формулировке, в духе давайте добавим такой-то тип новостей на такой-то таб, то теперь задачи формулируются в виде давайте мы добавим такой тип новостей, который будет так-то работать. И уже то, в каком табе этот тип новостей или рекомендационная система будет включаться, это определяется в некотором удаленном конфиге, который может на лету править менеджер. И то, что у менеджеров появилась некоторая возможность править конфиг полностью самостоятельно, радикально влияя на набор и состав всех новостных табов, оно сильно снизило и число задач, которые падают в разработку. То есть типичная задача стала выглядеть так, что нужно добавить некоторые условно суперсостояния, в котором будет каким-то образом инкомсулированы переходы между загрузкой новостей, показом и так далее. И в таком уже виде сейчас мы живем с больше, чем 25 различными состояниями в блоке новостей. И сейчас не видится пути, как уменьшить это число. Ну и какие вообще проблемы? Может быть не все так хорошо? Ну и действительно возникла новая проблема, которой мы пока живем и думаем, как ее решить. Это то, что у нас суперсостояние стало не так легко внедрять. То есть если необходимо сделать некоторый фоллбэк из одного суперсостояния в другое, то не всегда легко понять, что в этот момент должно происходить с контекстом. Однако, возможно, эта проблема не в текущей именно реализации, а в сложности задач, которые теперь стали возможны благодаря переходу на этот подход. И, собственно, какие хочется дать советы? Хочется дать два совета. Во-первых, то, что состояние должно все-таки хранить чисто данные. Оно не должно вообще никаким образом знать об отображении, потому что если вам в отображении, допустим, нужно показать старые новости в какой-то момент, то для этого вы должны создать новый уровень абстракции, в котором и производить кэширование. И второй совет, который хочется дать, что состояние, оно в себе как бы содержит непосредственно какое-то ментальное состояние. То есть не обязательно у вас должна быть одна реализация в коде для разных состояний. Ну, например, вы можете использовать там разный транспорт, по-разному абсолютно делать запросы в одном и том же состоянии, потому что состояние у вас – это загрузка новостей, а как оно происходит – это уже не работа с данным, не работа с состояниями. Это чисто вопрос реализации. Ну и выводы. Вот примерно такую машину мы получили в конце концов. Этот лайнер нас полностью устраивает. Да, надо отметить, что он большой. То есть человек, который туда первый раз попадает, ему нужно разобраться какое-то время в навигации. Но как только он разберется в навигации, поймет, как все устроено, то он очень быстро сможет и уверенно двигаться вперед, в принципе, в большом комфорте. Ну и закончить хочется словами одного проектировщика взаимодействий, что суть хорошего программирования – вас срочное вознаграждение. Собственно, как у нас и получилось. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Слушай, забористо получилось. Пойдем, присядем. Там в чате полно вопросов. Сейчас я их буду читать. Я в какой-то момент, знаешь, уже такой слушаю историю, думаю, блин, неужели ты во второй раз откажешься от состояния, и это будет поучительная история, а не история успеха. Но нет, но нет. Так, зал полусфера. Ага. Первый вопрос. Там некоторые вопросы поступали сильно раньше, ну, чем мы закончили доклад, поэтому вполне может быть, что ты на них уже ответил. Думали ли, делали ли вы автогенерацию графов? Кодогенерация из графов, генерация тестов из графов очень описание похоже на контракты, и умейли описание описывает, но не привязывает к реализации. Собственно, делали… А вот про тесты? Про тесты нет. Тесты – это на самом деле до сих пор такая вещь, которую нужно каким-то образом автоматизировать их созданию. Но это да, это один из вопросов. Супер, да. Следующий вопрос. Да, кстати, еще важно, я забыл сказать, то, что по итогу нужно будет выбрать вопрос, который вообще понравился, поэтому может мне сигнализировать, я буду помечать. Вопрос. А как ложные состояния влияют на родительские? Надо сказать, что вот когда мы внутри, в общем, когда у нас есть суперсостояние, которое является… Ну вот давайте вспомним пример. Сейчас подумаем, как бы так объяснить. Ну вот собака, я думаю, самый понятный будет пример. Когда собака находится в прогулке, и она то ускоряется, то останавливается, она же все равно находится в прогулке. То есть вот это родительское состояние или суперсостояние, оно не меняется. Меняется именно поведение внутри него. Ну да. Как тогда сделать так, чтобы собака сама решила, что прогулка закончилась? Вот это имеешь в виду, чтобы не снаружи ей это пришло. Можно реализовать так, что и собака сама решит, что прогулка закончилась. Но это чисто зависит от бизнес-логики. Но вот для нас больше актуально, наверное, что человек ее домой поведет. И если человек ее поведет домой, ну значит человек как-то скажет собаке, грубо говоря, что мы идем домой. То есть отправит события. И важно отметить, что вот это событие, что мы идем домой, оно может быть отправлено как в суперсостояние, так на самом деле оно может быть и внутри отправлено вот каждому внутреннему состоянию. Но это, в общем, наверное, уже детали. Тяжело так будет объяснить. Это, наверное, такой как раз узкий разговор для кулуаров. Так что, если что, подходите, общайтесь. Далее. У разных родительских состояний могут быть общие, одинаковые вложенные состояния или их наборы. Сталкивались ли с таким на практике? Если да, не возникнут ли сложности проблемы? Ну, наверное, собственно, если возникнут, то как решать? Ну, по сути, у нас в части так и сделано. То есть у нас все равно есть там пару состояний, которые не полностью повторяют друг друга, но частично похоже. Ну, собственно, кажется, что никак не решать. То есть вы можете этот код упростить в схеме. То есть просто вынести генерацию какой-то части графа в отдельную функцию. Так вы в самом описании схемы снизите объем. Но то, что эти состояния все равно будут, кажется, что это должно остаться и с этим ничего не сделать. То есть тут нет проблемы в том, что они есть. Есть проблема как раз таки, если вам нужно сохранить вложенность, сохранить часть данных при переходе из суперсостояния в другое суперсостояние. Но тут, наверное, не попробовав самому вот это поделать, не понять, наверное, так, о чем я говорю. Это даже тяжело объяснить. Да тема вообще нелегкая, я тебе скажу. Я вот поглял по залу, все сидели со сложным лицом и думали об этом. То есть это не такая тема, которую между делом, за обедом можно послушать. Хорошо, следующий вопрос. Есть планы визуализатора протюнить до конструктора, чтобы продукты или аналитики могли сами менять состояние? Ну, в принципе, да. То есть и сейчас уже так происходит. То есть там, условно говоря, даже вот как бы… Да, тут надо сказать, что все, конечно, от менеджера и аналитика зависит, это его умение. Но как бы если человек там условно сможет… То есть тут главное продуктово придумать, как это должно работать. А поменять это, ну, он может… Вот мы можем ему диаграмму предоставить в виде там, не знаю, в любом рисовальщике диаграмм. И он там сможет, конечно, как захочет поменять. То есть типа нет смысла делать свой рисовальщик. Можно сказать, вот тебе UML, иди там поредактируй и возвращай обратно. Ну да, по сути UML отличный инструмент для этого. Есть вот Stately второй инструмент. Там даже покликать можно и посмотреть, как работает. Как поменяется. Супер. Окей. Следующий вопрос. Как X-State работает с типизацией через TypeScript? Можно ли типизировать события для переключения между ними? Ну, на самом деле, там у нас были некоторые проблемы с типизацией. Но нормально. То есть там просто надо… На самом деле, мы смогли типизировать события. Поэтому есть проблемы с тем, что там тайпинги, может, не суперпростые. Но оно пишется, в общем. С этим проблем там нет. То есть ты имеешь в виду, что вот эту вот структурку на уровне выведения типов вы начинаете просто лопать, и в какой-то момент вы получаете дерево сопоставлений в каком-где что можно, куда-где что можно. Да-да-да. То есть прямо события типизированы. Это очень хорошо, потому что это как раз упрощает. Если динамичное состояние, условия, в этом время меняется, то как раз код, чтобы краснел, это мне кажется прям очень важным. Даже, наверное, чуть ли не блокером. Вы это сделали в первую очередь? Ну да-да. Мы его сделали в первую очередь, потом оно поломалось, мы его починяли. Все как у людей, собственно. Ничего нового под луной. Отлично. Следующий вопрос. Есть ли какие-то способы скормить реальный код в X-State, а не писать каждый раз слепок по скрипту? Хотели использовать в своем проекте, но не увидели в нем ничего, кроме красивой картинки? Ну, смотрите, с точки зрения можно ли… Наверное, первая часть вопроса была про то, можно ли вот эту диаграмму без боли вытащить в какой-то визуализатор и описание. В принципе, можно, но проблема, что вот там есть условные переходы, и там есть некоторые условия. И вот эти условия как бы все равно придется каким-то образом в любом визуализаторе хардкодить. Это по поводу первой части. А по поводу второй не увидели как бы необходимости. Ну, тут вопрос как бы для какой задачи вы его хотели внедрить. Если задача как бы тут… У нас это вышло очень плавным развитием, потому что ключом стало то, что нужно было часть состояния обновлять ансинхроны. И состояние мы уже не могли упростить. Ну, и, наверное, здесь тоже еще можно сказать, что если посмотрели и отбросили, значит, ценности не увидели. Если не увидели, значит, наверное, инструмент как бы был овер-инжинирингом. Отлично. Следующий вопрос. Можно ли указать сложный кондишен для перехода в новое состояние? Ну, смотрите, там кондишены пишутся, исходя из двух вещей. Исходя из текущего нашего контекста, то есть состояния, где мы находимся, и какие у нас данные. И вторая вещь, которая может на кондишен повлиять, это данные, которые мы в сообщении пошлем. Здесь в рамках презентации я на это не делал упор. То есть мы слали просто строчку в виде некоторого события. Однако на самом деле там можно и данные передавать. И вот у нас как раз часть сложности всей нашей системы с тем, что мы там разные типы новостей еще передаем. Поэтому можно по-разному писать, абсолютно сложно, без проблем. И у нас время подходит к концу. Посему последний вопрос. Сейчас я вот выбрал. Не кажется ли, что разросшееся количество экспериментов, особенно вот так вот пересекающихся, это результат хромающей бенслогики? Ну, так может показаться со стороны. Но на самом деле там есть свои причины, почему так сделано. И если бы мы могли и хотели упростить, мы бы упростили. Но там как бы такой космолет, что там проще сделать нельзя, потому что своя специфика вообще. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Супер, спасибо тебе большое. Давай выберем, значит, самый интересный вопрос. Какой вопрос тебе понравился? Ну, там было много интересных вопросов. Был составной вопрос про условия. Вот он, его можно. А как оно, можно ли указать сложный кондишен для переходного состояния? Это про условия или… Нет, там вот два было вопроса. Чуть выше. Да. А каким он примером был по счету? Не так далеко, как ты листаешь. Сначала или с конца? Нет, с конца. С конца. Вот сложный кондишен. Потом можно лискормить реальный код xstate. Потом про TypeScript. Потом про планы визуализатора. Потом у разных строителей могут вообще одинаковые вложенные состояния, наборы состояний. Вот этот. Супер. Михаил Горожанин. Отлично. А тебя мы хотим поблагодарить. Большое тебе спасибо за выступление. Давайте еще тоже подарим подарочек.